Здарова, друзья! Короче, продолжаем смотреть мы Майлшул 3. В этот раз мы смотрим ролик Алфёдова. Как он построил секретную базу под спауну сервера. И никто даже не знал про это, конечно, а он построил... Ну, значит, секретная. Погнали. В этом видео мне удалось превратить свою обычную базу в секретную. Вход в неё найти просто невозможно даже случайно. А если искать намеренно, то придёт... Стоп, подожди, ну он же снял ролик, сейчас теперь все будут знать, где у него база. Разве нет? Подожди, а как-то нельзя найти, если просто вниз копаешь на базе, там... Ну, нужно знать, видимо, где копать. Опс! Чё это? Какая-то дыра. Вау! Вот это секретная алимента. Очень сильно постараться. И что интересно, один из выходов с этой базы ведёт прямо в центр спавна. И никто из игроков даже не догадывается о том, что здесь находится. Потенциал у этой штуки просто огромен. Он проваливается. Ведь под землёй есть ещё целая куча места, и я смогу сделать десятки таких секретных дверей по всему миру. И все они будут соединены между собой. Обязательно подписывайся на канал, чтобы меня не потерять. Ведь больше 60% зрителей смотрят мои видео без подписки. А то вдруг я вам в рекомендации больше не вылезу. Подписавшись, ты очень сильно поможешь продвижению. Спасибо. После того, как я выбрал единственный негативный сундук Клэша и умер, убегая от него, он дал мне возможность... Блин, у этого Клэша, походу, все сундуки были негативные. Да. А то он тебе сказал, что они там все негативные. Мы видели через другой ролик. И вот там тоже была смерть. Знаешь, как это слишком подозрительное совпадение. А причём там только одна бумажка, да, смерть из пяти. Мне это очень сильно напоминает, знаешь, игру вот этой вот напёрстки с шариком. Там, где поднимаешься, там вообще этого шарика в принципе ни в одном напёрстке нету. Можно открыть ещё два. В первом мне выпали хорошие книги для зачарования меча. Ну извиняемся, всё, оклеветали, не дослушали до конца. Сейчас скажут, снова вы не дослушали, не дослушали. Извиняемся. Вот такое получилось совпадение со смертью. Ну всё, ладно, извиняемся. Сет солидно зачарованных алмазных инструментов. Теперь всё это я мог забрать себе, но не за просто так. За эти ништяки теперь я должен был Клэшу один час своего времени. По сути, я раб. Проблема в том, что я не знаю, что я должен буду сделать впоследствии. Будто убийства, поджоги, взрывы, посадка цветочков. Это неважно. У меня есть инструменты, я этому рад. Жить сегодняшним днём прекрасно. Этот парень явно думает о будущем. Спавн тем временем был просто усеян магазинами. Уже в первую неделю после нового сезона здесь день за днём открывалось всё больше магазинов. Кому-то повезло найти спавнер скелетов, что позволило торговать костями и стрелами. Где-то получилось выбить кучу хороших зачарований у жителей. А кто-то просто возвёл кучу ферм и продаёт ресурсы с них. Я, как снеговик, которому на данный момент абсолютно неинтересно строить все эти фермы, о бизнесе даже не задумывался. Но в очередной раз прогуливаясь по небольшой доступной нам территории, я встретил одиноко стоящий ледяной пик, который выпирал из небольшого озера. И тут я понял, что возможно это в целом единственный плотный лёд, существующий на нашей карте на данный момент. Получается ресурс редкий. А что мы делаем, монополист? Конечно же продаём. Гениальная бизнес-идея, подумал я. Предвкушая прибыль, попытался сломать пик. И понял, что без кирки на шёлк не обойтись. Позаимствовав кирку джуста, я снёс пик. Добыв всего пару стаков плотного льда. Такого количества будет слишком мало даже для одного человека. Но пройдя немного дальше, я нашёл большее количество льда. Так это уже получается, кто будет требовать? Уже не надо уже. Нет, надо сейчас всё это быстро выкопать. Так может, тут уже выкопал кусок себе. А тот, кто вздумает прийти сюда копать, тот будет как минимум облаян. Так как пока никакой грозной силы я из себя не представляю. Недолго думая, я начал сносить ледники, ведь чем больше я тянул, тем больше требовалось кирку. А куда потом можно этот лёд использовать? Почти полностью требовалось её почерпить. Позаимствовал, блин. Кактус убезно подсказал и позволил мне воспользоваться его фермой. Вот так вот позависовываешь инструментом, ты говоришь, разрушай кирку. Я сломал. Чуть не сломала я. Домом пеньком находилась ферма скелетов. Однако на тот момент существовали уже более эффективные фермы, на одну из которых меня повёл кактус. Среди океана возвышалась ферма опыта на гвардах. Забравшись на неё, я попытался разобраться, как она работает. Как результат, не смог. Попытавшись ударить рыбу топором на эффективность через забор, случайно её ломаю. Кактус, люди имеют свойство ошибаться, ты знал? Ой-ой-ой. О, выпустил всё. Меня убивают, но благо кактус помог справиться с этой неприятностью. Я не смогу свои вещи починить кирку и продолжить копать. Копая лёд в течение пары часов, я уже было представлял уютный магазинчик по продаже льда на спавне. Кстати, а знаешь, что классно? Алфедову же так подходит лёд продавать, он же как бы снеговик получается. Это прям вообще гениально. Продавец снега. На этом хитром способе миллионы алмазов. Алмазный маяк, алмазный дом, алмазный... Этому всему не суждено было сбыться. Ибо пройдя ещё каких-то 200 блоков за барьером, я увидел целую бесконечность пиков. Откроются они через несколько дней. Физически их выкопать будет не то, чтобы невозможно, но очень сложно. Слушай, пики такие прикольные, как башни. Придётся по несколько раз в день заходить на сервер, идти именно к этому месту и выкапывать всё до малейшей капли. Ааа, ладно, хоть я успел накопать пару сундуков плотного льда, когда-нибудь да пригодится. Подожди, мы же полролика смотрим, а ты копаешь пики. А как база? Секретная база где, я не понял. Не поняла. Пока ты смотришь это видео, прямо сейчас я стримлю. Так что жду тебя после просмотра этого видео. А если стрима нет, то подписывайся на телеграм, чтобы не пропускать. Вот знаете, каждый стрим у меня интересуется. Каково жить рядом с Obsidian Time? Однозначного ответа на этот вопрос знать просто невозможно. Но одно можно сказать. Странно. Очень странно. Понимаешь, что это магия чела, да? Коровы какие-то очень замученные, такой чёрный как будто не издеваются. Кайна, зайдя к нему в дом, обнаруживаешь голову своего сожителя. А потом и вовсе начинают приходить угрозы о том, что он займёт всю нашу территорию. Да и Блюба на самом деле, как оказалось, не розовый. Кому-то это может показаться подводкой к переезду в другое место. Но я думаю, что мы справимся. В общем, ничего против не имею. Но так как мы живём совсем рядом, я решил перестраховаться и обезопасить себя. Лучшим способом было бы притвориться мёртвым. Но я решил просто замаскировать свою базу, чтобы он забыл о моём существовании. А, да, наш. Так как наша база находится в пещере, достаточно замаскировать лишь вход. Сделаем мы это при помощи хитрого механизма, который достаточно прост. На определённый блок нужно будет бросить любой предмет. Вагонетка с воронкой, находящаяся под этим блоком, всосёт его и подаст сигнал. Благодаря которому среагируют поршни и откроют выход на пару секунд. В общем, скрафтил я себе несколько поршней, репитеров и других штук для механизма. И стал купить дамин в течение получаса. Основная сложность была в том, чтобы уместить механизм в маленькое пространство. Но в конечном итоге вышла довольно простая в использовании секретная дверь, благодаря которой я мог попадать домой. И вход был почти незаметен, и теперь ОПСИ точно забудет о нашем существовании. К сожалению, Джасту о новом способе входа на нашу базу я забыл рассказать. Ой, у меня уже укачало. Именно такое расстояние между спавном и нашей базой. Сделал спуск в тоннель и принялся копать. По пути очень часто попадались водяные пещеры, что очень сильно затрудняло процесс. Я решил, что отличным вариантом быстро справиться с водой будет рейд занятого нами подводного храма из предыдущей серии. Добыв там губки, я бы мог эффективно осушить воду. Для того, чтобы зайти в храм и не умереть, мне было необходимо раздобыть зелье подводного дыхания и... невидимости? Дело в том, что пока я не обладаю сильной броней. И гораздо безопаснее будет плавать. Почему, кстати, вообще без брони бегает? Ну, нету пока. Нету пока. Ну, снимай для видео. Гвардов именно под зельем невидимости. Для зелье варки и зелий было необходимо раздобыть палочки и фрита. Так, я отправился в ад. Нашел неподалеку. Блин, купил бы у кого-нибудь, нет? Чего мне должно было хватить? Казалось бы, чел, просто дойди до дома. Я был бы рад, но на пути встретился магмут. И пока я пытался его отодвинуть... Упал! 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 Не в лаву, а на тонкий мост. Так что было надежда на то, что хоть часть вещей уцелела. Но из всего сохранилась лишь карта до пару костей. Капец. А у нас еще когда упал, все вещи в лаву упали и все просрал. Поизвольство хотя бы сам еще упал на эту штуку, а не в лаву. Да. Упал. С куском той самой карты, найденной в предыдущей серии, я пошел проверять, не открылась ли нужная локация. Ждать оставалось еще долго, но сбоку я заметил почти открывшийся сундук. Ну и решил подождать. Куда спешить? После 15 минут ожидания, я понял, что оно того не стоило. На последние алмазы я таки крафчую, чарую себе инструменты. И решаю выкопать хайперлуп во что бы то ни стало. А сушать воду приходилось вручную, благо воды оказалось меньше, чем я думал. Выкопал тоннель 3х3 и расставил там лёг. За губками он не пошел. Выход с другой стороны тоннеля был в совершенно непримечательном месте. И раз уж вход на базу с одной стороны был замаскирован, я подумал, а почему бы с другой стороны не сделать то же самое? Нарыл в интернетах какой-то интересный механизм, который работал почти так же, как предыдущий, только немного усовершенствованный. Благодаря блоку слизи под ногами, я мог очень легко появляться вручную, и точно так же пропадать. Собравшись силами, я таки решил вновь пойти за ресурсами для зелий. А, болото оказало на меня большое влияние. Наконец, сварив зелье, иду на данж. И здесь даже невидимость не давала мне полной гарантии того, что я выживу. Ибо проплывая слишком близко к рыбам, они всё равно меня могли заметить и убить. Аккуратно пробираясь среди рыб, нахожу комнатку с губками. Закрывшись там, ворую губки и как можно быстрее пытаюсь покинуть храм. Губки ресурс довольно полезный в некоторых моментах, и что самое главное, он очень сильно ограничен. Даже несмотря на то, что в радиусе тысячи блоков я насчитала 6 подводных храмов. Особенность губок как ресурса заключается в том, что нужны они крайне редко. Но если они нужны, то без них не обойтись. Их, как правило, не используют как декор. А значит, наибольшую часть времени они просто валяются в сундуке. Мне они уже были не нужны, но я придумал им хорошее применение. Прямо на спавне я ставлю ларёк, где можно арендовать губки. Аренда, а не продажа. Будет стоить 3 алмаза. И чтобы как-то привлечь внимание среди других. Подожди, а как ты знаешь, сколько они действительно часов пользовались этой губкой? Может они взяли, стырили и ушли? И вообще ничего не заплатили? Там все на честности основываются, да. В магазинах ставлю указатель. Пока что эта система будет работать на частном слове. Если кто-то возьмёт губки просто так и успеет вернуть, то я об этом даже не узнаю. Но в будущем можно будет улучшить этот магазин как минимум механизмом, который будет замечать отсутствие губок в сундуке и подавать какой-либо сигнал. Также возможно сделать даже секундомер, который покажет покупателю время отсутствия губок в сундуке. Харшеринг, этот, как ты знаешь, пока от самокатов. Губшеринг. Да как это называется? Губшеринг. Но всё это пока что в далёком ящике. Шли дни, я развивался всё больше. Постепенно я наконец-таки нажил себе сначала алмазный, а потом инезеритовый сет брони с хорошими зачарованиями. Благодаря чему уже более-менее чувствовал себя безопасно. Постепенно улучшая базу, возникла потребность в мейке. Зайдя в ад, мне понадобилось всего лишь 20 минут на то, чтобы выбить 3 головы визера для спавна босса. Убийство визера, казалось бы, легчайшая задача за счёт одной простой тактики. Однако в какой-то момент ситуация выходит из-под контроля, и мне приходится без хорошей подстраховки в виде тотема или золотого яблока драться с визером на равных. По итогу почти ничья. Я умираю, оставляю буквально один удар. Вику добивать его с простого меча, однако своих вещей после смерти я не обнаружил. А броня? Во время драки с ним я погиб от осушения именно в ту долю секунды, когда он выпустил в меня свою голову. И дропнутые мною вещи при смерти были моментально уничтожены взрывом головы визера. Что я могу сказать? Ладно. Низеритовый сет брони. Этого не стоило. Низеритовый сет брони полностью зачарованный. Да, как же знакомо. Да. Спасибо большое за просмотр. Подожди, в смысле? То есть мы посмотрели ролик, да, который называется «Я построил секретную базу по спавнам сервера». И никакой базы секретной мы не видели. Но она у него уже была. Что это за кликбейт? Что это за кликбейт? Зато он показал ролик, как он искал твердый лед. Он остался по спавнам. У него же не на спавне база. У него там типа своя база, просто сделал секретный вход. Ну, знаете, будет вторая часть, значит, это только начало. Либо это кликбейт, между прочим. Это очень такой, знаешь, хрупый кликбейт, скажу тебе. Короче, вот такая получилась реакция. Спасибо за просмотр. Пока. Хм, неплохо, неплохо. А давай еще это видео посмотрим? А может лучше это? Сложный выбор.